Евангелие от Иоанна, 10 глава. Стих 10. Давайте узнаем, как выбраться из депрессии и никогда в нее не впадать. Стих 10. Читаем. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В расширенном переводе это звучит так. «Вор приходит только для того, чтобы красть, убивать и уничтожать все». Это вор. Дьявол — вор. И он в ответе за кражи, убийства и разрушения. Но Иисус говорит, «Я пришел, чтобы люди жили и наслаждались жизнью». Кто из вас знает, что наслаждаться жизнью — это нормально? Чтобы эта жизнь была с избытком наполнена и переполнена. Если вы хотите знать Божью волю для вашей жизни и то, как вы должны жить, смотрите. Иисус говорит, что у нас должна быть жизнь с избытком, полная и переполненная. И если я задам вам вопрос, как вы должны жить, вы должны ответить. Наполненной и переполненной жизнью с избытком. И если вы придете домой и застанете там дьявола, или дьявол явится вам в 12 часов ночи и спросит вас, какой жизнью, по-вашему, вы должны жить, вы должны ответить так. Наполненной и переполненной жизнью с избытком. Друзья, вы можете получить счет и, глядя на этот счет, начать думать, что у вас нет того и не хватает сего. Но вы должны сказать так. «Я живу наполненной и переполненной жизнью с избытком». Повернитесь к соседу и скажите, «Наполненная и переполненная жизнь с избытком». Наполненная, переполненная, жизнь с избытком. Кто из вас верит в это? Это Божья воля для вашей жизни. Жизнь с избытком, жизнь в изобилии, жизнь переполненная, переполненная благом. Это Божья воля для вас, и нельзя соглашаться на меньшее. Но по каким-то причинам мы соглашаемся на меньшее. Это не то, что приготовил для нас Бог. Он не желает, чтобы вы жили посредственной жизнью. Он не желает, чтобы вы еле-еле сводили концы с концами. Он желает, чтобы у вас был избыток во всем. Речь идет не только о финансах. Зачастую люди определяют избыток только деньгами. Деньги не могут определять избыток. Деньги сами по себе не могут определять изобилие. Они не могут определять избыток. Деньги — это лишь один из кусков большого пирога. Нельзя судить обо всем пироге по этому куску. Вы должны понимать, друзья. Бог желает, чтобы у вас было изобилие во всех сферах жизни. Он желает, чтобы у вас было изобилие радости в семье и на работе. Он желает, чтобы у вас было изобилие денег. Но не говорите «изобилие денег». Говорите «изобилие жизни». Он желает, чтобы во всех сферах жизни вы были наполнены и переполнены. И вот как это возможно. Я говорил женщинам, зачем вам миллиард долларов в банке, если дома у вас сумасшедший муж? Это не жизнь с избытком. Вы лишь бедная женщина с миллиардом долларов и сумасшедшим мужем. Или представьте себе исцеленного человека, у которого не гроша. Он лишь бедный человек с исцеленным телом. А Бог желает, чтобы у вас во всех сферах жизни был избыток и изобилие. Он желает, чтобы вы были искуплены, слава Богу. Он не желает, чтобы вы оставались под проклятием закона Аллилуйя. Но Он желает, чтобы в вашей жизни был достаток. Он отец. Но совершенно неправильно считать, что изобилие и избыток — это только деньги. Так думать неправильно, потому что деньги не определяют изобилие и не определяют избыток. Избыток и изобилие должны быть во всех сферах жизни. Он — ваш Папа и желает вам только хорошего. Аминь. Он желает, чтобы вы чувствовали себя хорошо, выглядели хорошо, одевались хорошо, ездили на хороших машинах, наслаждались положительными эмоциями, чтобы вашу голову наполняли добрые мысли, чтобы у вас был отличный брак, вы замечательно проводили отпуск, имели хорошую работу, и вам было бы хорошо, куда бы вы ни пошли. Аминь. И мы говорили о нашей роли в достижении этой полной и переполненной жизни с избытком. Мы исполняем свою часть в этом, а Бог — свою. Итак, начинать нужно с Божьего Слова, потому что Божье Слово — это нетленное семя. Бог сделал нас из праха земного, потому что планировал, что мы примем Его Слово как семя, которое приносит урожай жизни с избытком. Бывают кукурузные семена, бывают семена капусты, бывают семена, из которых вырастают апельсиновые деревья. Так вот, Библия, которую вы держите в руках, называется семенем жизни. Это семя дает жизнь всему, что наполняет нашу жизнь. Вы должны понимать, что это ваша часть — сделать все, чтобы наполниться Словом Божьим так, чтобы и жить в соответствии со Словом Божьим. Но сначала вы должны наполниться Словом. Вначале было Слово. А потому и все, что мы начинаем, должно начинаться со Слова. Если истоки того, что вы делаете сейчас, лежат в Божьем Слове, значит, все у вас будет в порядке. Но если, отслеживая истоки своего настоящего занятия, вы не выходите на Божье Слово, тогда вполне вероятно, вас ждет борьба длиною в жизнь. Я гарантирую вам, друзья, что с властью и семенем вы можете добиться всего. Но сначала у вас должно быть Слово. Слово — источник изобилия. Это ворота, ведущая в жизнь с избытком. Слово Божье. Аллилуйя. Библия утверждает, что мы родились не от тленного семени, а от нет тленного, которое есть Слово Божье. Слово — это то, с чего все начинается. Слова определяют мышление. И поэтому вы должны быть осторожны, выбирая свое окружение. Вы должны быть осторожны с тем, что слушаете. Вы можете общаться с Шакита и ее приятелями, но в их словах столько негатива, и эти негативные слова будут влиять на ваше мышление. Потому что эти слова будут семенами, которые сеются в вашу жизнь. Вас окружают люди, которые непрестанно сеют семена в вашу жизнь. Идете навестить родственников, и там кто-то бросает негативные семена в вашу жизнь. Идете в дом к лучшему другу, и там кто-то бросает негативные семена в вашу жизнь. Вам придется принять решение, поговорить с ними, чтобы они изменили свою речь, или внять совет у Бога, который Он дал Аврааму. Выйди из дома отца твоего и родных твоих, и пойди туда, куда укажу тебе, где ты можешь слышать о благословениях. Итак, слова очень важны. Слова определяют шаг номер два, о котором мы говорили на прошлой неделе. Слова определяют ваше мышление. Ваше мышление ограничено словами, которые вы слышите. Так кто же определяет ваше мышление? Повинно ли слово Божье в том, что ваше мышление ограничено? Или негативные слова других людей в ответе за то, как вы мыслите? Потому что каковы мысли у человека, таков и он. Вы — это ваши мысли. Вы должны задать себе вопрос, какие у меня мысли? Может быть, у меня такие мысли, какие в меня вложила в детстве моя мама, или, может быть, отец вложил их в меня? Откуда у меня такое мышление? И если ваше мышление не соответствует Божьему Слову, тогда ваша жизнь не сложится в соответствии с Божьим Словом, потому что ваше мышление определяет вашу судьбу. Итак, спросите себя, что я думаю о жизни? Что я считаю успехом или неудачей в жизни? Как мое мышление влияет на мою дальнейшую жизнь? Итак, сегодня мы будем говорить об этой третьей сфере эмоциях и чувствах. Вот как выглядит эта прогрессия. Слово Божье производит мышление, соответствующее Божьему Слову. Мышление, соответствующее Божьему Слову, производит чувства и эмоции, соответствующие Божьему Слову. Чувства и эмоции, соответствующие Божьему Слову, приводят к решениям, соответствующим Божьему Слову. Решения, соответствующие Божьему Слову, ведут к действиям, соответствующим Божьему Слову. Действия, соответствующие Божьему Слову, вырабатывают привычки, соответствующие Божьему Слову. Привычки, соответствующие Божьему Слову, формируют характер, соответствующий Божьему Слову. Характер, соответствующий Божьему Слову, приведет нас к жизни, которая будет соответствовать Божьему Слову о вашей жизни. А если у вас негативные слова, то негативные слова производят негативное мышление. Негативное мышление производит негативные чувства и эмоции. Негативные чувства и эмоции приводят к негативным решениям. Негативные решения ведут к негативным действиям. Негативные действия вырабатывают негативные привычки. Негативные привычки формируют негативный характер. А негативный характер делает вашу судьбу негативной. Вот как это происходит. Сегодня мы будем говорить об эмоциях. Пожалуйста, поймите, что сатане нужно сделать всего три шага, чтобы разрушить вашу жизнь. Он будет говорить то, что заставит вас думать в соответствии с его словами. И затем, когда ваши эмоции будут подвластны ему, он сможет вывести вас из Божьей воли для вашей жизни. Давайте еще раз определим, что такое эмоции. Эмоции — это внутреннее переживание. Эмоции — это внутреннее ощущение, вызванное болью или удовольствием. Эмоции — это внутреннее восприятие, вызванное болью или удовольствием. Предназначение эмоции — вести вас в определенном направлении. Эмоции — это субъективные реакции на боль или удовольствие. И они предназначены для того, чтобы вести вас в определенном направлении. В сторону осуществления вашего жизненного предназначения или в противоположную. Задумайтесь о словом «эмоции». В этом слове заложено движение. Именно в движении сатана или Бог может повлиять на вас, и вы можете продолжать движение либо в правильном направлении, либо в неверном. Я хочу, чтобы сегодня вы увидели, что наш подход к эмоциям определяет, будет ли в нашей жизни благословение или проклятие. Ваш подход к эмоциям определяет, будет ли в вашей жизни благословение или проклятие. Пожалуйста, поймите, Бог дал нам эмоции, и Он дал нам эмоции во благо Он никогда не желал бы, чтобы эмоции обладали нами Он никогда не хотел бы, чтобы ваши эмоции управляли вашей жизнью Вы должны господствовать над своими эмоциями и не позволять им господствовать над вами Бог дал нам эмоции, и они могут быть благословением Можно испытывать святые эмоции, которые обогатят ваш опыт поклонения Богу Но если вы позволите своим эмоциям взять верх над вашей жизнью Тогда они начнут управлять вами и выведут вас из Божьей воли И тогда, совершенно неожиданно для вас, вы потеряете власть над собой И будете идти на поводу своих эмоций Позвольте мне проиллюстрировать вам, чтобы вы увидели, как важно владеть своими эмоциями Скажем, молодой человек, который купил новую машину, едет по старой национальной улице И в него врезается другой автомобиль Так вот, этот молодой человек, рожденный свыше христианин Он член церкви Он знал, что если он сможет управлять своим языком, то может управлять и всем телом Он вышел из машины с намерением управлять своим языком Но парень из другой машины вышел и начал поливать его отборной грязью, обвиняя его в случившемся Тут и нашего молодого христианина прорвало, и он ударил этого парня Тот, кого он ударил, подал на него в суд Заметьте, наш христианин ехал в своей новой машине по направлению к Божьей воле Но на перекрестке произошла авария Он ударил виновника, и тот подал на него в суд В результате нашего верующего посадили в КПЗ Был выходной день, и судья будет лишь во вторник А молодой человек работает по субботам И на работе его предупредили, что он потеряет работу, если не явится в субботу Жена на прошлой неделе говорила с ним о том, что им нужно быть аккуратнее с деньгами И что ей надоело все это терпеть и совсем мириться И если еще что-нибудь случится, то она пойдет к маме В среду его все-таки выпускают У него нет работы От него ушла жена И он не знает, что делать Он спрашивает себя, как он докатился до этого Как я так далеко ушел от Божьей воли Все началось тогда, когда он позволил эмоциям взять власть над его жизнью Вместо того, чтобы самому взять власть над своими эмоциями Вот насколько это важно Нечто подобное может произойти и на рабочем месте Вы знаете, что дома у вас трое детей Вы знаете, что вас выселяют за неуплату аренды Вы знаете, что вам нужно кормить семью А вы позволяете себе на кого-то обижаться и развязываете язык И начинаете говорить начальнику то, что вам говорить совсем нельзя Вас увольняют за то, что вы не в силах контролировать свои эмоции А потом вам нужно идти домой и объяснять детям Что вы не знаете, как будете их кормить Потому что ваши эмоции вывели вас из Божьей воли для вашей жизни Поэтому не говорите, что совсем не важно знать об эмоциях Они очень и очень и очень важны Потому что они могут повести вас в неправильном направлении И вот, друзья, в конечном счете Проклятие в Едемском саду Бытие 3 глава Проклятие в тот день в саду Это проклятие власти эмоций Позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду Вы помните историю из 3 главы Бытия Сатана появляется в обличии змея и спрашивает Еву Он говорит, Ева, что тебе говорил Господь? Ева ответила, Бог сказал нам, что мы можем есть плоды от всех деревьев в саду Но нам нельзя есть плоды с того дерева, что в середине сада Потому что если съедим эти плоды, то умрем А теперь обратите внимание на действия сатаны Первое, что он предпримет, чтобы вывести вас из Божьей воли для вашей жизни Он скажет нечто и заставит вас поверить в это Итак, он говорит, вы точно не умрете Нет, точно не умрете Теперь Адам и Ева услышали эти слова Эти слова стали формировать их мышление Потому что далее он говорит Единственная причина, почему Бог не желает, чтобы вы ели плоды с этого дерева Такова Съев эти плоды, вы познаете разницу между добром и злом Он просто вас дурачит Эти слова, все эти слова формируют наше мышление Все слова, которые вы сейчас слышите, формируют ваше мышление И вдруг люди, послушные Богу, теперь смотрят на это дерево, как на вожделенное дерево Теперь они погрузились в свои эмоции Дерево их обольстило Они услышали какие-то слова и начали думать, что Бог пытается их обделить И теперь они уже не видят ничего плохого в том, чтобы съесть запретный плод Так их эмоции удаляют их от Божьей воли А сатана сидит и смеется, потому что ему нужно было лишь подбросить им пару слов А затем мысли и эмоции человека сами привели их туда, куда он хотел Аминь? Итак, проклятие, которое постигло их в тот день в саду Это проклятие попасть под власть своих эмоций Это самое большое проклятие, которое постигло их Друзья, Иисус пришел для того, чтобы освободить нас от проклятия закона А это значит, мы должны быть свободны от власти эмоций Мы должны осознавать следующее Мы сами управляем своими негативными эмоциями Мы можем властвовать над своей депрессией И разобраться с чувством собственной неполноценности С неуверенностью в себе или любым другим чувством, которое пытается нас разрушить Пожалуйста, помните, что все это уловки сатаны, с помощью которых он старается вывести нас из Божьей воли для нашей жизни А как Иисус справлялся с этим? Мне всегда было интересно, приходилось ли Иисусу бороться с эмоциями? Было ли ему трудно? Давайте откроем евреям четвертую главу Потому что Иисус справлялся со всем этим Евреям четвертая глава, стих 15 Стих 15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» Он был искушаем, как и мы, но не согрешил Позвольте мне дать вам определение слова «искушение» Искушение — это давление, оказываемое на мышление человека Давление на мышление человека Раньше вы слышали, что я определял искушение как давление на плоть Мы знаем, что в конечном счете плоть — это образ мышления, противящийся Божьему Слову Искушение — это то, что происходит в нашем разуме Когда в нашей жизни появляется соблазн Это давление на мышление человека с целью изменить его мысли А затем и чувства, которые постепенно уведут человека с правильного пути Например, вы женатый мужчина, и на работу впервые выходит симпатичная секретарша Она одета в облегающее платье, обтягивающее настолько, что кажется, вот-вот разойдется по швам И вдруг вы слышите этот соблазняющий голос, который говорит «Она хочет тебя! Тебе 45! Она хочет тебя! Ты все еще привлекательный!» Это давление на ваше мышление, когда вы знаете, что правильная мысль «Я женат! Я верен! Я христианин! Я исполнен Святого Духа!» Но соблазн оказывает давление на правильное мышление Человек идет на поводу соблазнительных слов Затем возникают и соответствующие эмоции А потом вы оказываетесь в постели с тем, с кем вы не должны быть вместе И оказавшись в постели с чужой женщиной, не нужно вести себя так, словно вы не знаете, как туда попали «Боже мой, я в постели! Как я оказался в одной постели с ней? На мне нет одежды! Куда делась моя одежда? Я даже не знаю, как она с меня спала! И кто эта женщина, что лежит рядом со мной, тоже без одежды? Боже мой, как это со мной случилось?» Это произошло потому, что ты допустил, чтобы соблазны оказали давление на твое мышление Человек не впадает в грех Он в него входит «Ой, чего-то я споткнулся и впал в грех» Нет Иисус сострадает нам в наших немощах Вот как это звучит в расширенном переводе «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может понимать, сочувствовать и сострадать нам в немощах наших и слабостях перед искушениями, но который, подобно нам, был искушен во всем, но тем не менее не согрешил» Видите, Иисус обладал эмоциями, но эмоции никогда не обладали им Вы должны быть очень осторожны, потому что дьявол так желает Он так жаждет нагрузить вас делами этого мира Он хочет загрузить вас всем происходящим Он хочет, чтобы у вас на сердце была тяжесть, чтобы пришла депрессия Потому что если ему удастся загнать вас в депрессию, тогда он сможет вас парализовать А когда ему удастся парализовать ваши чувства, и вам будет очень тяжело, то вы начнете искать облегчение, и не там, где следует Он всеми силами стремится загнать вас в депрессию Друзья, поймите, что вы свободны от депрессии Аллилуйя Вы свободны от депрессии Аллилуйя Послушайте меня, и не нужно поднимать руки и говорить «Да, пастор, я страдаю от депрессии» Зазвидетельствую о себе Я страдал от депрессии Я сидел в своем гараже 8 часов, размышляя о том, как покончить с собой и при этом не попасть в ад Дело в том, что я родился свыше, и я никогда не встречал столько злых людей Я думал, что все должны быть любящими и добрыми, но даже те, кто называют себя верующим, пользовались мной, обманывали и делали зло, и я решил, раз уж я спасен, почему бы сразу не отправиться в рай Я хочу убраться отсюда И кроме того, я работал в психиатрической клинике, и в моем отделении лечили подростков, страдающих от депрессии и суицидных идей Их привозили, и я выслушивал их грустные истории Потом я встречал их сумасшедших родителей и выслушивал их грустные истории И единственное отдушенное для меня были походы в кафетерий в обеденный перерыв, где я съедал по 10 яблочных пирогов, чтобы поднять себе настроение Вы знаете, что происходит после перенасыщения сахаром? Через какое-то время становится еще хуже Я съедал столько яблочных пирогов, на что шеф-повар сказал, хватит, не больше одного пирога для вас А я думаю, братишка, на мне галстук, со мной так не разговаривают, я врач, лучше отстань Это моя кухня, и пусть другим не остается пирогов Это была единственная отдушина в моей жизни Когда мы были детьми, мы и представить себе не могли, что такое депрессия Мы и не слышали о ней Что значит быть в депрессии? У нас были все основания для депрессии, но у нас не было депрессии Мы жили в бедных кварталах, в убогом домишке Я был пятым ребенком в семье Посмотрим Раз, два, три, четыре Нас четверо и мама с папой в двухкомнатной квартире Один туалет, плесень на стенах И именно в день перед Рождеством нам нужно было стищать плесень со стен Мы даже не представляли, что были бедны На обед у нас был завтрак, но нам казалось, что мы очень, очень хорошо живем Я так хотел, чтобы у нас был двор У нас не было травы Потому что я выходил и граблями разгребал пыль Потому что хотелось сделать тропинку через двор Когда я был ребенком, мы везде делали тропинки Нельзя было нигде посадить цветы Потому что кто-нибудь обязательно сделал бы тропинку через эти цветы Если бы мы оставили открытой дверь из кухни во двор Кто-нибудь обязательно бы проложил через наш дом тропинку с выходом через парадную дверь Но мы ничего этого не понимали Мы получали эту гуманитарную коробку с продуктами от моей тети Софи Она жила на улице Колумба и не съедала все И поэтому нам перепадала часть ее пищи И так было весело копаться в этой коробке и находить там кукурузный сироп А как мы нарезали сыр, который находили там Его было очень трудно нарезать Но в нашей семье мы были спецами по приготовлению бутербродов с сыром на гриле Мы брали этот жесткий сыр и добавляли масло А потом маленькой лопаткой все перемешивали, пока сыр не начинал таять Что скажете? И знаете, нас не беспокоило, что горячая вода была отключена Мы набирали в ведро холодной воды, а потом на плите подогревали Чтобы как-то согреть себе ванну Некоторые из вас не знают, о чем я говорю А на Рождество мы никогда не ходили за свежей живой елкой Мы ставили серебристую алюминиевую елку Наряжали ее огоньками И были готовы к приходу Санта Клауса Аминь Мы не знали, что происходило вокруг Моя мама все готовила сама Потому что мы не могли купить готовую еду Но у нас всегда хватало еды У нас были и пироги, и праздничный ужин на Рождество Всегда был здоровенный торт на столе Посреди ковра был большой отпечаток сапога Боже мой! Наверное, вчера вечером здесь был Санта Лишь когда я вырос, я узнал, что Санта был мой отец Это объясняет, почему он так много ел Но мы не были в депрессии Мы жили весело, съедая яичницу с пирогами на обед Мы не знали, что есть жизнь лучше Я ничего не знал о депрессии до тех пор, пока мне не дали определение этого слова Аминь Послушайте меня, друзья, ради Иисуса Если вы могли жить в таких условиях И не позволять своим эмоциям завладеть вашей жизнью То тем более сейчас вы должны быть свободны от депрессии Ведь в вас живет Святой Дух Дьявол не может вас победить даже на мгновение Аминь Если слово говорит о том, что Иисус победил депрессию То и мы, друзья, способны победить депрессию Откройте Марка 14 главу Стих 32 Посмотрим, с чем пришлось столкнуться Иисусу Пришли в селение, называемое Гефсимания И он сказал ученикам своим Посидите здесь, пока я помолюсь И взял с собой Петра, Иакова и Анна И начал ужасаться и тосковать Видите, тоска указывает на депрессию И сказал им Душа моя скорбит смертельно Побудьте здесь и бодрствуйте И отойдя немного, пал на землю и молился Чтобы, если возможно, миновал его час сей А теперь давайте прочтем этот отрывок в расширенном переводе Библии Стих 33 И взял с собой у Петра, Иакова и Анна И начал ужасаться и тосковать И началась у него депрессия Ему было очень тяжело в этом саду И сказал им Душа моя скорбит смертельно Переполнена горем Побудьте здесь и бодрствуйте Здесь мы видим, что Иисус знал Божью волю для своей жизни Он знал, что пришел на землю, чтобы умереть на том кресте Знал и сатана И пытался заставить его отойти от Божьей воли И немедленно атаковал его мысли Вот поэтому он и пытался заговорить с ним Он атакует его разум, чтобы затем иметь доступ к его эмоциям А Иисус противостал Для христианина страдать значит противостоять Это наша часть страдания Когда мы противостоим соблазну Когда мы противостоим давлению Которое оказывается на наше мышление И Иисус противостоял до тех пор, пока пот его не стал кровавым А это говорит о том, что если ты не потеешь кровью Значит ты не так долго противостоишь, слава Богу Не сдавайтесь, когда начинаете потеть Противостойте до тех пор, пока не начнете потеть кровью Иисус встал и сказал, «Я не позволю, чтобы мои эмоции управляли моей жизнью». Вы помните, что Он сказал, «Отче, не моя воля». Но Он сказал это потом. «Минуточку, не моя воля, но твоя, да будет?» Сначала Он просил, «Пронеси чашу сию мимо Меня». Но в жизни каждого из нас должно быть свое «но». Но ничего я хочу, а чего ты? Но ничего я хочу, а чего ты? Когда вам становится тяжело, и вы чувствуете, что ваши эмоции вот-вот уведут вас, а туда вам идти нельзя. Но ничего я хочу, а чего ты? Иисусу приходилось сталкиваться с такими же атаками на эмоции, как и нам. Та же тяжесть и депрессия, с которой сталкивались и мы. Но давайте посмотрим, как Он это преодолел. Не знаю, приходилось ли вам бороться с депрессией, стрессом, от которого бывают головные боли. Как сделать это? Как выбраться из этой проблемы? Как пережить смерть близкого? Как пережить этот развод? Как выйти из этой ссоры? Как пережить все то, что приходится переживать? Иисус дает нам небольшую иллюстрацию. Например, заметьте, пока Он ведет борьбу в своих эмоциях, Библия говорит, Он пошел вперед. Друзья, вы должны знать, к чему призвал вас Господь. Если кто-то бросит вас по пути, вы должны знать. Это то, к чему призвал меня Бог, и я не пойду вперед. Аллилуйя. Я исполню Божье предназначение. Я исполню то, что Бог призвал меня исполнить. Знаете, иногда наши близкие люди уходят из этого мира к Господу, а мы должны продолжать идти дальше. Вы должны заставить себя подняться и одеться. Вы должны сказать себе, сейчас я пойду и почищу зубы. Так, теперь я оденусь, иду к своей машине, сейчас я ее заведу, я еду на работу. Я должен двигаться, я должен продолжать жить. И поступая так, вы поступаете, как Иисус. Библия говорит, Он продолжал молитву. Он не только пошел дальше, Он продолжал молиться, и мы должны научиться поступать так же. Потому что в жизни каждого из нас могут возникнуть трудные ситуации. Но мы должны знать, как себя вести в таких ситуациях. Иногда не получается взять пару недель отпуска в трудные моменты жизни. Нужно двигаться дальше. Вы знаете, к чему вас призвал Бог? Так исполняйте это. Когда у меня умер отец, на следующий день я отправился проповедовать Евангелие. Я отказался останавливаться. Я призван проповедовать Евангелие. Я должен двигаться вперед. Дьявол уж точно не хотел бы, чтобы я проповедовал в такой маленькой церкви. А я поехал в Донлау, штат Теннесси, и проповедовал Евангелие. Слава Богу! Тефи и я, несмотря на то, что произошло, потому что я принял решение двигаться вперед и продолжать молиться. Может быть, вы будете плакать, но идите вперед и продолжайте молиться. Будет больно, но идите вперед и продолжайте молиться. Вам будет тяжело, но идите вперед и продолжайте молиться. Слава Богу за языки, потому что в трудные времена я не знаю, что должен произнести в молитве. Продолжайте идти вперед Продолжайте идти вперед И потом, через некоторое время Вы готовы делать то, что должны Вы можете освободиться от уст депрессии Если депрессия пришла, это еще не значит, что вы должны стать ее жертвой Вы освободились от проклятия закона Вы свободны от депрессии Свободны, наконец-то Свободны, наконец-то Свободны 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 Аллилуйя Если вы имеете дело с депрессией Вы должны прежде всего помнить, что Иисус Христос искупил вас от проклятия закона Скажите вслух, я искуплен от депрессии Я свободен от власти эмоций Вы искуплены от проклятия пребывания под властью эмоций Вы должны понимать, что Бог любит вас и лично заинтересован в вашем благополучии И Он пригласил вас в Откровении, глава 3 Сесть за стол вместе с Ним Аминь Так идите к Нему, друзья Идите к Богу в такие времена Не убегайте от Бога Идите к Нему Вы только что развелись, идите к Богу Аллилуйя Многие считают, что только особенные люди могут приходить к Богу Но все совсем наоборот Вы становитесь особенными, когда приходите к Нему Аллилуйя Депрессия — это результат внешнего давления на наше сердце Это то, что происходит вне нас, вокруг нас Это и есть депрессия Она попадает внутрь нашего сердца и нагружает нас Стресс и давление, проникшие внутрь нас, ведут к депрессии Депрессивные эмоции возникают из-за размышлений о том, что вас беспокоит и давит на вас Мы знаем, что депрессивные эмоции возникают из-за размышлений о том, что давит на вас Понимая, как устроена депрессия Мы видим очевидный ответ И вот он Нужно изменить мышление, чтобы изменились ощущения и эмоции Вот как нужно с этим бороться Нужно изменить мышление, чтобы изменились ощущения Но, брат Доллар, я не знаю, как изменить свое мышление Я же сказал слова Не слушайте слова, которые заставляют вас мыслить негативно, иначе вы не изменитесь Слушайте слова, которые изменят ваше мышление и изменят ваши ощущения Когда я попал в автомобильную аварию в Сакраменто, в Калифорнии в 2000 году Как сейчас помню, словно бомба взорвалась И этот огромный джип перевернулся в воздухе Это было что-то, и я начал видеть людей, которых похоронил, и слышать голоса, и все завертелось О, бог мой Но все это закончилось Я выбрался из машины Смотрю в машину, кого-то не хватает Брата Кена Терри Выбросила из машины, и он застрял в лобовом стекле Лобовое стекло выбито, и его ноги висят Я не знаю, жив он или нет, и я увидел свой телефон, взял его в руки, потому что мои мысли были парализованы Давление было сильнее, чем когда-либо, и я взял свой телефон и позвонил жене Моя жена, как Святой Дух, всегда рядом, чтобы помочь в трудную минуту Я позвонил Таффи и рассказал ей, что произошло Я пытаюсь говорить с ней, а она начала проповедовать Она сказала, минуточку, мы же верующие, аллилуйя Мы люди веры, аллилуйя Наш Бог даст нам победу и в этом Она сказала, возьми власть над своими эмоциями немедленно Сегодня никто не умрет Согласись со мной в молитве И она проповедала мне слово, аллилуйя И слово, которое она мне проповедовала, изменило мое мышление И потому что мое мышление изменилось, я поднял руки посреди всего этого ужаса и сказал Никто не умрет в моей машине во имя Иисуса Я беру власть над смертью прямо сейчас Никто не умрет сегодня, никто не умрет Я позвал Кена по имени, он отозвался, я заглянул туда, он был весь красный Я сказал, о господи, мне казалось, что он позвал меня Я сказал, ты в порядке? Я ответил, в порядке Он сказал, аллилуйя Подошел к Филу, Фил сказал, я в порядке Я сказал, аллилуйя, слава Богу Во мне было столько адреналина, потому что пришло слово И мое мышление изменилось, и я отказался подчиниться духу смерти Аллилуйя Это был день, который я никогда не забуду Потому что верите вы или нет, я не прошу вас поверить в это Я знаю, что я видел ангелы Эти ангелы пришли мне на помощь, аллилуйя Я уверен, что именно они не допустили О, Иисус Потом я услышал этот голос Не сейчас Слишком много дел не завершено Аллилуйя Я мог бы уйти к тем, кого видел, но Бог сказал, не сейчас Много дел не завершено Послушайте меня, друзья Я занят делом своего отца И я не остановлюсь Пока не исполню Божью волю для моей жизни Я буду идти и продолжать молиться Иногда, когда нам трудно, мы не хотим слышать Слово Божье Я вас хорошо понимаю Я не хочу сейчас слушать Слово Хорошо, не хочешь — не надо Иди и помолись Я не хочу слушать Слово Но при чем здесь ваше «хочу»? Важно то, что вам нужно И если вам тяжело, молитесь, чтобы в вашей жизни был человек, который будет проповедовать вам Божье Слово Молитесь, чтобы в трудный момент рядом был человек, которому хватит ума вложить в вас Слово Божье Чтобы привести ваше мышление в соответствии со Словом И ваши эмоции придут в соответствии со Словом И все сказали «Аминь» Вы должны изменить свое мышление, если вы хотите, чтобы изменились ваши эмоции Вы должны изменить свое мышление, если вы хотите, чтобы изменились ваши эмоции Я вам дам четыре шага для выхода из депрессии Первый Вы должны беречь свое сердце Библия говорит, что больше всего мы должны беречь сердце, потому что из него источники жизни Аминь Вы должны беречь свое сердце. Берегите свое сердце. Мне нравится то, что написано в Иоанна 14 главе стих 1. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Итак, если Он сказал «Да не смущается сердце ваше», значит мы можем кое-что сделать, чтобы наше сердце не смущалось. В нашей власти не допустить, чтобы наше сердце смущалось. Это зависит от нашей веры. Если вы верите в трудности, будут трудности. Если вы верите в Божью помощь, она придет. Он сказал «Веруйте в Бога». Веруйте в то, что Он сказал, и депрессия ослабит свою хватку. Верьте в Божье Слово. Оставьте депрессию. Верьте в Божье Слово. Возьмите Библию, возьмите Божье Слово. Верьте в Божье Слово. Как написано в притчах 4 «И сердце источники жизни». Вы не всегда можете контролировать обстоятельства, но ваше сердце в вашей власти. Не впускайте в него обстоятельства. Не впускайте эти обстоятельства внутрь. И во что мы верим, определяет то, что мы впускаем в свое сердце. Если вы решили поверить, что в жизни вас ждет неудача, вы запустили это в свое сердце. Если вы решили поверить в победу, вы запустили победу в свое сердце. То, во что мы верим, определяет то, что будет в нашем сердце. Во что вы будете верить в трудное время? Во что вы будете верить во время болезни? Видя смерть или развод? Во что вы будете верить? Да не смущается сердце ваше. Почему? Верьте в Бога. Верьте в Его Слово. Верьте в то, что оно говорит, и именно это будет в вашем сердце. Депрессия уйдет, если вы будете держаться Божьего Слова и Его обетований. Она не сможет задержаться. Если вы позволите окружающим вас с трудностями проникнуть в вас, эти семена прорастут. Поэтому вы должны принять решение, что ваше сердце не будет смущаться. Не допускайте, чтобы ваше сердце переживало. Иногда вы начинаете говорить о чем-то и волноваться. Я вам объясняю. Как не допустить в сердце переживания? Посмотрите на шаг номер два. Вы должны говорить проблемам, а не говорить о проблемах. Говорите проблеме, а не о проблемах. Мы очень часто в пустую тратим много времени, разговаривая о наших проблемах. Мы звоним тете Полли и маме, чтобы рассказать о наших проблемах. Мы звоним лучшему другу, чтобы рассказать о наших проблемах. Иногда мы рассказываем о проблемах первому встречному. Послушайте меня. Если вы постоянно говорите о своих проблемах и никогда не говорите своим проблемам, они проникнут в ваше сердце. Какое ободрение можно найти в Марка 11.23? потому что там мы видим, как Иисус обратился к смоковнице, как Он подал пример, как говорить с горой, не сомневаясь в своем сердце. Все будет так, как мы скажем. Это монолог. У вас всегда должно быть Божье Слово, и вы должны понимать, что депрессия, обстоятельства давят на вас. И нельзя допускать, чтобы они вам указывали, как поступать. Говорить должны только вы. Депрессия пытается войти. «Закрой рот! Я тебе говорю! Тебя я слушать не буду! Во имя Иисуса! Я говорю тебе! Депрессия! Я говорю тебе! Что мой Бог способен избавить меня от того, что произошло сегодня, и я верю Богу!» Не позволяйте депрессии отвечать вам. Вы говорите с ней, а не о ней. Говорите с ней, а не о ней. Говорите с ней, а не о ней. Вы можете без конца говорить о ваших финансовых проблемах, и от этого они не исчезнут. Но если вы начнете говорить с вашими финансовыми проблемами, призывая имя Иисуса, избавление придет. Шаг третий. Если в вашей жизни чего-то не хватает, попросите об этом. Не нужно печалиться и быть в депрессии. «О, я не могу выйти замуж!» Именно так поступает большинство людей, когда в их жизни чего-то не хватает. Им становится тяжело. «О, у меня нет машины!» «О, у меня нет работы!» «О, я бедный!» «О, никто не знает!» «Бед, что я видел!» «Никто не знает только Иисус!» «Знаете что?» «Никто и не хочет знать!» «Попросите Бога!» «Попросите Бога!» «Аминь!» «Он дает нам свободу от депрессии!» «Получите то, что просите, и радуйтесь!» «Как получить?» «Верьте, что получите то, что просите!» «Кажется это вам вероятным или нет!» «Вера говорит, у меня это есть!» «Даже если реальность говорит нет!» «У меня это есть!» «Можно сидеть и ныть, потому что не удается выйти замуж!» «Или можно попросить для себя мужа и быть при этом конкретной!» «Чтобы не жалеть о том, что не указали конкретные параметры!» «Сначала запишите все, прежде чем начнется разговор об этом с Богом!» «Ничего не упустите!» «И не просите кого-то посимпатичнее вас самих!» «Симпатичный мальчик может тотчас оказаться рядом с вами!» «Он будет завивать кудри не хуже ваших!» «Но иногда лучше, когда рядом с вами некрасивый мужчина!» «Потому что у него есть работа!» «А потом попросите Господа иначе смотреть на мужа!» «Какой у меня красивый муж!» «А все вокруг!» «Она что, слепая, что ли?» «Ей нужно исцеление!» «Иди, я возложу на тебя руки!» «Слава Богу!» «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» «Мне не нужно впадать в депрессию из-за того, что у нас нет!» «Нужно идти к Богу!» «Который выслушает наши молитвы во имя Иисуса!» «И мы получим то, что нам нужно!» «Слава Богу!» «И потом придет радость, потому что получили по вере!» «И последнее!» «Последнее!» «Мы должны благодарить Бога!» «Прославьте Его!» «Прославление останавливает депрессию!» «Депрессия не задержится надолго, если вы начнете славить Бога!» «Кто-то скажет, а за что славить Бога?» «Прославьте за то, что проснулись сегодня утром!» «Прославьте за то, что спас вас!» «Прославьте за то, что прощает вас!» Прославьте за то, что принимает вас. Прославьте за то, что ваша кровь продолжает струиться по вашим кровеносным сосудам. Вы можете прославлять его за очень многое. Но не допускайте, чтобы депрессия обрела власть над вами. Возьмите власть над депрессией и найдите что-нибудь, за что можете прославлять Бога. Отец, я славлю тебя за то, что у меня в холодильнике есть пицца. Спасибо, Иисус. Депрессия уходит, когда ты начинаешь славить Бога. Библия говорит, что хвала лишает врага сил. Более того, хвала и прославление увеличивают вашу способность получать от Бога больше. Я провозглашаю вашу свободу. Свободу от депрессии. Сегодня же. Я провозглашаю, что эмоции не имеют над вами власти. Вы берете власть над своими эмоциями, и больше никогда в вашей жизни не будет ни одного дня депрессии.